Движение ковша и гора земли становится больше на один кубометр. Манипулировать рычагами экскаваторщику предстоит несколько часов. Искомые коммуникации находятся на глубине трех метров. Работа металлической пятерней требует ювелирной точности. Если повредить трубу, наружу хлынет кипяток температурой 150 градусов. Пока отопительный сезон не начался, у коммунальщиков есть возможность провести ремонт изношенных участков сети. И хотя до подачи тепла еще далеко, объем работ большой, поэтому все нужно делать без промедлений. На замену одного участка трубопровода у бригады рабочих уходит весь световой день. Для начала экскаваторщик защищает доступ. Далее работники перекрывают поток горячей воды, находят аварийный участок трубы, выпиливают его, меняют, приваривают. Финальным этапом работы является покрытие трубопровода антикоррозийной краской и изолирующим материалом, дабы все тепло из труб доходило до абонентов. На одном таком объекте трудится порядка 8 человек, а по всему городу задействовано 16 бригад. Рабочих можно увидеть на Юбилейном проспекте и на улице Горной в Сходне. В ближайшее время развернется работа в старых Химках. Специалисты ТСК Мосэнерго модернизируют котельные, теплообменное и насосное оборудование, а также теплосети по 47 адресам. В рамках ремонтной программы, это, можно сказать, гидравлические испытания, мы планируем заменить как минимум 10 километров сетей. Уже поменяли где-то около 7 километров сетей и продолжаем это без учета еще, можно сказать, июля. Подсчета еще не вели. В ходе реализации инвестиционной программы модернизируют также около 8 километров трубопровода. Работы планируют завершить в сентябре, чтобы зимой химчане получали тепло бесперебойно. Сервер Бикмамбетов, Вильфрид Димковский, Новости, Химки ТВ.